здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас сегодня среда и мы с вами продолжаем читать евангелие от луки сегодня мы начинаем 12 главу и как обычно я предупреждаю тех кто читает с нами возможно впервые что мы будем читать по церковнославянски согласно традиции нашей русской православной церкви и если вам сложен церковнославянский язык вы можете взять евангелие на любом удобном для вас языке и следить за нами читаем мы с вами 12 главу со стиха 1 до стиха 13 от них же собравшимся тмам народа якоб опирать и друг друга начать глаголы те учеником своим первые внемлите себе от кваса фарисейска ежи есть лицемерие ничтожи бы покровенно есть ежи не открыться и тайна ежи не разумеется за не елика вот мне ресте во свете услышится и ежи ко уху глаголости во храмях проповестца на кровях глаголю же вам другом своим не убойтесь от убивающих тела и потом не могущих лишь и что сотворите сказую же вам кого убойтеся убойтеся имущего власть по убиении вы врещи в дебрь огненную ей глаголю вам того убойтеся не пяд ли птиц ценится пеня зима двема и не едино от них несть забвена пред богом но и власть и главы вашия все изучте не суть не убойтеся обо мнозих птиц унше есть те вы глаголю же вам всяк и же аще исповесть мя пред человеке и сын человеческий исповесть его пред ангелы божиими а отвергись имени пред человеке отвержен будет пред ангелы божиими и всяк и жречет слова на сына человеческого оставится ему а на святаго духа хулившему не уставится их даже приведут вы на соборище и власти и владычество не пицитеся каку или что отвечаете или что речете святый бог дух научит вы в той час я же подобает речи на первый взгляд кажется что эти два зачала состоят из как бы не связанных между собой из речения христа на самом деле все эти два зачала вся вот это первое считаю почти половина до 12 главы говорит об одном и том же о лицемерии грех лицемерия это очень серьезная вещь вообще интересно что сама этимология само слово лице меря в русском языке если смотреть в этим логический словарь происходит от слова лицом то есть как бы личность человека да и от слова мена лицеменных лицемер да то есть человек который постоянно меняет свое лицо человек у которого нет внутри него объективной единой скажем так правды а он говорит то что ему выгодно по той или иной причине на данный момент то есть человек двуличный человек живущий двойной жизнью он один снаружи и другой внутри он один с этими людьми и другой с теми людьми вот здесь конечно оказалось бы все очень просто да нужно всегда быть самим собой быть честным открытым прямым человеком однако на практике лицемерие настолько глубоко входит в жизнь людей иногда целых обществ и государств не только личных личностей до отдельно взятых что отказаться от лицемерия иногда это настоящий подвиг и очень трудно бывает человеку это сделать недаром христос сравнивает лицемерие с хлебной закваской она также сильно как закваска до которой маленький кусочек теста может поднять целые целую катку до сделать ее несколько раз больше то есть она очень действенно точно так же как закваска она также скажем так терпко и также пронизывающие пропитывающие все да то есть лицемерие когда поселяется в душе человека из избавиться от него исправиться от лицемерия крайне крайне сложно она очень быстро входит в привычку и вот поэтому здесь христос как раз и говорит берегитесь от закваски фарисейской и дальше объясняет почему нужно от нее беречься да если не из чувства осознания что это грех и ложь до лицемерие всегда основана на лжи ну как иначе да так хотя бы из практических соображений ну как бы говорит христос потому что ничего нет сокровенного что не станет в какой-то момент явно как бы человек не скрывал свое истинное лицо или это же можно сказать о государственных строях каких-то давно мы из истории масса примеров знаем как бы не скрывали свое истинное лицо это потом станет явным даже в этой земной жизни ну уж не говоря о жизни вечной это бьют часы я сижу в старом городе на территории латинской патриархии пришла сюда по по делам и вот вернее пришла в старый город по делам села в на территории латинской патриархии чтобы было потише потому что в городе народ кругом ходит и негде особо сесть и вот мы слышали бой часов так вот дело все в том что действительно нет ничего тайного что не станет явным и вот эта фраза то что вы говорите в потайных комнатах на ухо друг другу станет потом проповедоваться на кровлях то есть с крыш да а здесь как святые отцы вот тот же святитель феофилак до болгарский на которую мы с вами часто ссылаемся в толковании евангелия они это понимают как слова обращенные и к фарисеям то есть к иудеям и к ученикам в каком смысле что ученикам господь говорит о том что не бойтесь что сейчас мое учение тайна евангелие будет проповедана на кровлях да сам дух святой будет говорить и ничто не сможет его удержать она распространится по всему миру фарисеем же он как бы говорит я знаю что вы замышляете против меня зло что вы хотите избавиться от меня убить меня это станет явным не думайте что вам удастся как бы скрыться под личиной да но вот здесь хочется немножко поговорить об этом потому что ведь очень как бы просто осуждать людей да вот гораздо интереснее понять мотивы почему вот фарисеи в данном случае были лицемерными то есть а скажем так они представлялись борющимися за правду божию за сохранение спасения еврейского народа на самом деле цели у них были гораздо более мелкие и в общем-то личные и корыстные дело все в том что здесь как бы момент который кстати известен ну во всех религиозных организациях без исключения все религии этим страдают наверное невозможно найти религии в которой этого нет но я имею ввиду когда религиозные интересы сочетаются с интересами политическими финансовыми и начинают либо противоборствовать друг с другом либо сотрудничать с друг другом либо соперничать друг другом потому что любая религия любая церковь любой институт религиозный это вещь и духовной и земная одновременно так вот соответственно у фарисеев а в данном случае такие фарисеи до толкователи закон у них было привилегированное положение многие из них назывались учителями народа и соответственно как и садукеи садукеи это еще выше фарисеи мы говорили с вами средний класс садукеи это высший класс то есть архиереи первосвященники как и те так и другие пользовались определенным авторитетом уважением позиции определенной в народе и соответственно под личиной того что они борются за чистоту и сохранение веры на самом деле они в общем-то убирали конкурента да это очень банально и очень как бы ну на самом деле просто понять потому что действительно христос был как бы учителем раввином из фарисеев фактически да из общины фарисейской если говорить по земным меркам еще раз духовном плане это было не так мы как христиане с вами знаем что он был первосвященником по чину мельхиседекова да как сказано о нем в салтыре пророчества но если говорить о том как воспринимали христа в земной его жизни те кто не верили что он сам бог во плоти на земле а бы считали его просто фарисейским учителем особо одаренным особо талантливым особо конечно имеющим благодать божию потому что он творит чудеса и это никто не мог отрицать да но тем не менее раввин учитель и его фигура была настолько популярной и настолько он был любим в народе настолько народ шел за ним что вот это это кучка скажем так учителей да она действительно чувствую что это конкурент конкурент который при том не хочет как бы делиться с ними да он ведет людей в какую-то совсем другую сторону он говорит вещи которые они не могли да сейчас не могут принять вот даже око за око зуб за зуб сказал вам моисей вот христос в нагорной проповеди грида а я говорю вам прощайте врагов ваших благословляйте проклинающих вас это было невозможно принять вот не укладывалась вот настолько скажем так сознание было другим что не укладывалась не укладывалась и не принималась и не воспринималась и соответственно многие из них считали что он еще и проповедует религию слабости что он проповедует религию поражение ну как и сейчас мы можем таких оппонентов христианства с вами найти да соответственно зачем нам такое учение такой раввин который не ведет наш народ к могуществу к силе богатству а ведет его к бедности скудности и поражению а то что через поражение и смирение наступает спасение и подъем это были понятия для них совершенно закрыты но как и сейчас они закрыты для многих людей не только евреев для самых разных людей они до сих пор эти понятия закрыты до сих пор многие люди меряют эту жизнь исключительно материальным счастьем и благополучием из выше этого ничего не видят и не воспринимают и даже религию хотят использовать для достижения этих именно цели до думаю что здесь будет потише простите друзья машины все время ездит но я надеюсь меня хорошо слышно я думала будет здесь лучше ну вот так вот соответственно вроде бы как лицемерие фарисеев можно оправдать и вполне можно его понять это ложь во спасение они не могли сказать народу всю истину мы хотим сохранить просто-напросто свое место свою репутацию они хотели сохранить свое место и свою репутацию ради того чтобы народ не развалился и поэтому они говорили только об одной части о том что мы хотим сохранить чистоту веры он мол учит ереси мы хотим хранить чистоту веры чистоты чистоту ветхого завета то что мы с вами называем до чистоту торы а к чему была вся эта тора ради чего был ветхий завет это для них был вопрос как бы да они по-своему это понимали соответственно вроде бы как это лицемерие имела под собой но серьезную почву то тут и корысть и личное сохраняя самосохранение это тоже можно понять тут и сохранение веры сохранение народного самосознания сохранения народа как этноса да потому что что потом христос проповедует нет ни иудея ни эллина как же так еврейский народ хранил свою чистоту от других народов ведь тысячелетиями и теперь всем смешаться то есть это нужно дух святой получить любовь такую получить чтобы всех обнять это сложно в этом смысле апостолы они ведь были евреями из еврейского народа и действительно то что они примут потом в церкви всех и язычников в том числе это чудо действия духа святаго мы не понимаем с вами все силы их поступка нам это легче понимаете мы родились уже с вами христианами или или в христианских странах православном так или иначе обществе даже советский союз вы знаете прекрасно многие вещи из евангелия там сохранялись только под другим названием то есть мы не родились в иудейской еврейской среде им для это очень трудно было принять так что тем более велик поступок апостолов так вот не отклоняясь от темы мы скажем что как же тогда так неужели же никогда нельзя использовать лицемерие для блага да ну например еще приведу пример вот некоторые психологи говорят человек который совсем не пользуется лицемерием всегда открыт и всегда говорит правду матку рубит так сказать да такой правдоруб правдолюб да он наносит раны и обиды другим людям она наживает себе врагов он обижает других людей соответственно иногда ложь притворство какая-то хитрость она нужна для того чтобы провести какие-то идеи допустим нужные да ну вот здесь мы можем брать пример с христа как же христос умудрялся не лицемерить и говорить людям правду потому что каждое его слово было растворено любовью да она вызывала гнев и ненависть и привело к тому что его убили даю господа распяли но тем не менее а он никогда не двоедушествовал не лицемерил и призывает нас к этому же и поскольку мы люди страшливые пугливые господь говорит не бойтесь даже волос с головы вашей не упадет без моей воли и не бойтесь свидетельствовать везде о моей правде не бойтесь когда вас поведут даже убивать за это как вели мучеников да и не надо думать что в первые века дают совсем недавно советском союзе да и когда людей в лагеря сажали расстреливали за то что они не отказывались от веры до соответственно не бойтесь потому что все все в руке моей я управляю этим всем я не пошлю вам больше чем вы можете и если вы не постыдитесь меня в этой жизни я не постыжусь вас в жизни будущей да то есть господь укрепляет уже учеников не только объясняет фарисеям что его что их двуличие ему открыты он знает о нем он еще и укрепляет на этом примере учеников и это действительно им очень сильно в будущем пригодится и вот еще здесь снова мы встречаем с вами ахуле на духа святаго что всякая хула проститься человеку даже если он скажет дурно о сыне человеческом но не хула на духа святаго мы об этом уже говорили в одном из чтений евангелия но здесь кратко повторим для тех кто может быть не все подряд наши выпуски смотрит дай чтобы не осталось какая строчка не обсужденные нами в этой передаче господь понимает что христа как человека многие могут не принять и действительно что-то против него иметь что-то может его личности смутить кому-то он покажется слабым кому-то он покажется слишком добрым кому-то еще что-то может показаться и это допустимо вот хула на духа святаго хула на духа святаго это безбожие это неверие это отрицание действия силы божией в этом мире это отрицание того что чудеса которые творит христос творятся духом святым они через бесовские силы ли какие бы то ни было еще вот очень хорошо об этом говорит максим исповедник и позвольте мне просто прочитать для того чтобы святого преподобного максим исповедник не исказить да ничем я немножко вам прочитаю недоумение о хуле на духа разрешается так когда господь творил разнообразные исцеления иудеи приписывали действия духа князю бесовском смотря евангелие от матфея от иоанна да есть не один не одно место такое те же слова что хулящим духа не будет прощения ни здесь не в веки грядущим следует рассматривать так некоторые из тех которые духом восприняли об этом точное знание говорят следующее то есть он ссылается на святых отцов которые жили до него существует четыре способа посредством которых происходит прощение грехов два способа здесь и два в веке грядущим поскольку памяти не хватит чтобы человек помнил прегрешение за время всей жизни и мог бы в них покаяться здесь то владыка естества будучи человеколюбивым устроил способы покаяния даже если мы не каемся в веке грядущим как было сказано их два если кто-либо в этой жизни безотчетно грешил и столь же безотчетно делал добро побужденные либо к жалости или состраданию к ближнему либо к чему-то иному сопряженному с человеколюбием тогда в веке грядущим эти его дела взвешиваются в момент суда что и принимается в расчет и даруется прощение вот второй способ а второй таков если кто-то погряз во грехах но слыша слова господа не судите да несудимы будете страшиться и никого не осуждает то в час испытания его дел он как блюститель заповеди осуждаться не будет ибо приведший о своей заповеди не забывает два других простите ибо правдивейший о своей заповеди не забывает два других способа приносит прощение здесь если кому-либо живущему во грехах промысл устраивает несчастье тяготы и болезни он не ведает какими путями очищает его бог тогда если он претерпевая искушение благодарит господа то получает награду за благодарность а если не благодарит то очищается от грехов за которые был наказан но несет кару за неблагодарность так вот если кто-либо грешит по отношению к людям то как показала слова то есть христос у него много оснований чтобы быть прощенным ибо если он по отношению к одному человеку грешит а другому делает добро то это значит что он оправдался перед тем же естеством по отношению к которому согрешил а хула на духа это неверие основанием для прощения которого не может быть не что кроме как стать верующим разумеется не проститься человеку свершившему жизнь в неверии не здесь не в грядущей жизни ибо это грех неверия и безбожия видите как грехи против людей можно искупить добрыми делами по отношению к этим же людям да это вот эту афанасия великого вот это же те же мысли есть а по отношению к богу к духу святому как чем искупить логика максим исповедник это вообще мастер логики да вот можно сказать стать верующим а как ты еще искупишь грех по отношению к духу святому какими добрыми делами никакими только стать верующим признать существование бога да вот как интересно так что вот поэтому мы с вами видим что это евангельское чтение все абсолютно связано в единое целое это очень сильное место в евангелии бесспорно и очень такое серьезно заставляющее задуматься пересмотреть вообще свою жизнь свои отношения с людьми с богом с богом сердцеведцем который абсолютно просто все знает про тебя да и любая наша лживость любое наше лицемерие чего мы хотим достичь этим да растворено ли наше слово любовью или в нас говорит корысть в нас говорит хитрость мы хотим чего-то получить другое дело если человек например не напрямую заявляет смертельно больному что он смертельно болен а как бы готовит его этом к этому ложью потихонечку не травмируя его это одна ситуация другое дело когда человек из страха перед властями из страха перед безбожной властью и страха перед своей общиной страха перед я не знаю деньгами людьми которые от которых он зависит материально начинает врать лицемерить до уличествовать и предавать правду божию это уже совершенно другая ситуация правда же то есть здесь нужно отличать лицемерие скажем так какое оно бывает в каких ситуациях действительно философы психологи наверное правы есть ситуации когда если никакой корысти человек не преследует но он допускает ложь в отношении к с кем-то ради того чтобы не травмировать человека да как бы не не прибить его правдой сразу по голове и слово растворено любовью говорится с любовью с намерением этому человеку помочь вот тогда наверное если только можно это назвать лицемерием это как бы не наверно можно да так с технической точки зрения наверное в какой степени может быть допустимо но это недопустимо во всех других случаях до которых мы сейчас и говорили потому христос и говорит нам да будет ваше слово прямо да да нет нет но растворено любовью поэтому конечно хамить грубить даже ради правды и как бы оскорблять людей давить на них ну конечно ни в коем случае нельзя я думаю это так всем понятно не будем говорить банальности но вот дорогие мои друзья я сердечно благодарю вас за внимание за то что нашли время почитать вместе евангелие в эту пятницу мы ждем вас на страницах нашего канала выпуск блога святая земля сегодня будет посвящен ультра ортодоксальной общине евреев мы будем гулять сами по их районам мы узнаем массу интересного из жизни этих аутсайдеров вы будете удивлены ну аутсайдеров нашей страны почему вы узнаете и я думаю что этот выпуск будет крайне интересен необычен и мы с большой любовью делаем этот выпуск так что я надеюсь что вам будет хорошо интересно с нами но вот за 7 я прощаюсь спешу вовремя выложить наше чтение евангелия загрузить на youtube и желаю вам благословения божьего и святого города иерусалима до свидания